Всем привет! С вами Зиверт и сегодня я покажу вам такой everyday макияж и как при помощи одного нехитрого элемента превратить дневной нюд в такой вечерний мейк для похода на романтическую встречу. Начнем мы с моих любимых косыночек. Вот эти очерченные линии помогают правильно выводить какую-то геометрию ровную на лице. Начнем с вами с мицеллярной воды. Это лямер. Кожа она достаточно жирная, поры широкие. Вот эта штучка очень помогает. Совершенно потрясающая вещь концентрат, который придает очень увлажненный вид моей лично кожи. Растираем по лицу, у него очень приятный запах, какой-то сосновый или еловый. Управляем косыночку, идем дальше. Праймер. Кладу его под тональную основу. Он с эффектом сияния. Не сильно люблю в макияже очень матовую кожу. Всегда нужно изнутри под тональную основу положить такой эффект здорового блеска кожи. Я очень люблю вот Estee Lauder Double Wear Instant Fix с консилер. С одной стороны вот такая вот классная штучка с лопаточкой, в которой находится какой-то разглаживающий крем или сыворотка, который я обычно кладу вот в те места, где у меня есть какие-то складочки, чтобы потом корректор не скатывался в этих местах. И делаю несколько точечек вот здесь под глазами и там, где есть какие-то покраснения. И вот здесь остаточки помазываю посередине лба. Очень, кстати, симпатичный получается арт. Немножко африканский на лице. Я очень люблю все вот эти штуки вбивать пальцами. Мне так удобнее. Это Estee Lauder Double Wear. Немножечко тональную основу выливаю прямо на ладонь. Беру вот такую кисточку. Вот эта светлая сторона, она очень хорошо вбивает тон, а темная сторона разглаживает, когда нужно растянуть тон по лицу. Обязательно растушевываю и растягиваю от подбородка к шее. Ну вот, смотрите, уже я становлюсь свежа. С тоном мы закончили. Убираем остатки с руки. Обычно после тона я занимаюсь, так сказать, скульптурированием. Такая вот штучка для скульптурирования скул. Беру толстую такую вот кисточку, аккуратненько, такими точными движениями набираю. Чуть-чуть как бы поднимаю косточки наверх. Захожу чуть-чуть вот сюда на висок и чуть-чуть по линии волос. Помогает это сузить нам немножко лицо. Еще несколько аккуратных штрихов обычно ставлю вот здесь на двух самых таких выпуклых частях лба. Придает такой некий эффект подрумянинной, чуть-чуть загорелой кожи. Лоб подбородку и можно пройти аккуратненько вот тут-вот к бокам от носика, чтобы его просудить. А еще, кстати, классный лайфхак прямо вот этой широкой кисточкой кладу вот сюда на вот эту вот выпирающую косточку. Ну и все. Главное не переборщить с этим делом. Добавим чуть-чуть румян, чуть-чуть аккуратненько набираем и вот сюда. Можно сделать чуть-чуть вот так. Это такой эффект чуть-чуть сгоревшего носика. Приступим к моей любимой части. Это брови. Начнем с того, что мы их просто для начала почешем вот такой обычной кисточкой чуть-чуть наверх. Пользуюсь вот таким вот маркером от MAC. Он полупрозрачный. Его абсолютно не видно на бровях, то есть нет ощущения, что у тебя прокрашены брови каким-то карандашом и он помогает мне заполнить вот эти недостающие волосочки. Возьмем вот такой вот коричневый карандаш и пройдем чуть-чуть по лесничкам, чтобы просто чуть-чуть придать выразительности взгляду. Такая вот кисточка тоненькая. Это Бобби Браун. Хайлайтер. Обычно, кстати говоря, мы забыли положить хайлайтер на скулы. Мы сейчас это сделаем. Пока положим его на глаза. Я очень люблю высветлять внутренний уголочек глаза. И в последнее время вот у меня какой-то новый прикол. Я прям набираю по гуще на тонкую кисточку хайлайтер и провожу под ресницами. Легкий эффект таких заслезившихся глаз. Немножко мокрый. Возьмем кисточку чуть-чуть потолще вот такой тушевочный. Опять же залезаем в любимый хайлайтер. Проводим чуть-чуть под бровками. И возьмем вот такой вот кисточку и пройдемся. Здесь вот все подсветим. Пару штрихов вот так вот на носик. Так чуть сжимаю кисточку и обязательно вот эту вот всеми любимую галочку подсвечиваю. Я чуть-чуть прохожу вот здесь, кругом, кругом. И вот здесь аккуратненько посерединке лба. Последняя такая любовь моих всех последних макияжей с моим мизажистом. Мы делаем очень часто такие склеенные реснички, как будто ты чуть-чуть поплакала. Такие я называю их глазки олененка бэмби. Для этого прекрасно подходит такая вот тушь. Нам понадобится чуть-чуть загнуть реснички вот этой страшной штукой, которая дисциплина за это называется. Мы так густо прокрашиваем ресницы, а потом просто обычным пинцетом мы будем чуть-чуть склеивать между собой. Делаем такие немножечко заплаканные глазки. Я так и научилась, кстати, держать закрытым рот при прокрашивании ресниц. Нижние ресницы очень-очень аккуратно и чуть-чуть вбок, по направлению к виску. Чуть-чуть вытягиваю глаз. Даже видите, они сами по себе так немножечко подсклеиваются. Эта тушь правда идеально подходит для склеенных ресниц. Такая вот рассыпчатая пудра в мак. Абсолютно прозрачно. Проходим аккуратно по тем местам, которые просто в первую очередь у нас начинают жирниться. Здесь все оставляем сиять в тех местах, где оно должно сиять. Матовая, но при этом кожа у меня сохранила такой красивый, естественный блеск. Достаточно все легко выглядит. Но один мой любимый, самый любимый штрих во всех макияжах. Я хожу так очень часто. Здесь нужно быстро-быстро сменить образ. Самый прекрасный выход. Это моя самая любимая помада. Цвет называется Ruby Woo. Начнем мы с того, что мы возьмем вот такую вот основу под помаду. Потому что помада у нас будет матая, такая достаточно сухая, чтобы она потом не скаталась, не было никаких корочек. Теперь берем карандаш тот же самый, Ruby Woo. Поехали превращаться из нидовой в более роковую женщину. Все это не обязательно, что это был такой супер ровный контур. Берем помаду, я наношу без кисточки. Прямо вот так. Потрясающий цвет. Красный, холодный, чуть-чуть с розовенькой. Мы практически готовы с вами к вечеру. Предпочла бы оставить сюда вот такую небрежную прическу с небрежным пучком. Можно сделать вот так. И вот. Воду на превращение. Всем спасибо за внимание. С вами была Зиверт. Большая любительница красной помады. Субтитры создавал DimaTorzok